Более 300 школьников хотели бы еще поработать, но часть сочинских предприятий молчат. В начале лета прошло совещание, где все они обещали не остаться равнодушными к желаниям ребят, но время шло, а договоры с городским центром занятости заключили не все. Мы устраиваем ежегодно детей в рамках программы содействия занятости населения. У нас есть мероприятие по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, свободное от учебы время и на период летних каникул. Некоторые организации отказываются сотрудничать с нами в любом случае по организации трудоустройства несовершеннолетних. То, что некоторые компании проигнорировали просьбу администрации Сочи предоставить детям рабочие места, тем самым обеспечить им летом и занятость, и возможность подзаработать, возмутило главу города. Неужели лучше, если они будут бродить бесконтрольно по улицам, спрашивает мэр. И даже на это совещание пришли не сами руководители, а либо их заместители, либо менеджеры. Я хочу руководителю посмотреть в глаза и спросить, где его совесть. Почему одним это надо, заниматься трудоустройством наших детей, а другим не надо? Покажите руководство мое, при чем здесь я? Извините, зачем вы пришли? Я же вас спросила. Причем правильно на совещание, я пришла. На совещание приходит, чтобы просто отсидеться и не решить проблему. Есть и такие должностные лица, которых их же подчиненные и не проинформировали о программе детской летней занятости. Все им были сделаны замечания и даны задания с понедельника – организовать рабочие места. Остался последний месяц каникул, и дети еще надеются, что им дадут возможность проявить себя в августе. А желание у ребят огромное. В этом году захотели работать около двух тысяч сочинских школьников. В пример ставится отель «Рэдисенсас Лазурная», где нашелся труд для 15 человек. А вот небольшая фирма «Лидер» взяла к себе только двух подростков. Но все же взяла и каждый день по четыре часа у мальчишек есть возможность помогать взрослым. Их задача – следить за тем, чтобы холодильные витрины были всегда наполнены мороженым. Мы взяли в первый раз детей, решили с этим проектом заняться только в этом году, в этом сезоне. Были предположения в прошлом, но в этом году мы его воплотили в жизни. Зарплата у ребят достаточно достойная. Самим ребятам нравится, говорят, еще интересно и то, что есть возможность пообщаться с новыми людьми. У нас очень дружная команда, очень добрые люди там работают. Добрые, веселые. И глава города призывает поэтому брать к себе на предприятия сочинских подростков, учить их не только зарабатывать деньги, а зарабатывать в хороших коллективах. Учиться общению со взрослыми в других условиях не в стенах школы. Ведь всегда очень важно, с какими людьми по жизни пойдут вчерашние школьники и какой выберут путь.